Таким образом, чем на фюзеляже или там под крылом воздушного судна в турбине искать еврея. Вот вам сейчас смешно. Мне первый раз, когда я его видел, у меня тоже улыбка была на лице. Потом мне стало страшно. И туда заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня. Благодаря вот этим проходимцам. Слышишь, в двигателе посмотри. Наверняка кто-то спрятался. Че там, кстати, масло не течет. Мотор нормальный. Может на приору поставим. Пацаны из Израиля просили передать, что самолеты с евреями выглядят вот так. Если очень хочется, могут прилететь и даже показать поближе. Кто во всем виноват? Правильно, Украина. Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами. Бандеровцы, которые говорят на украинском языке, подговорили дагестанцев, которые говорят на аварском, чтобы те искали израильтян, которые говорят на иврите. Склады и магазины потистили от бытовой электроники. Понятное дело, тоже бандеровцы. Кто же еще? Песков прокомментировал, да, это все влияние извне. Ну так, обтекаемо извне. А многие договорились прям конкретнее. Прям не просто извне, а прям нашли украинский след. И это тоже максимально абсурдно, потому что, ну как вообще им видится эта ситуация? Люди вообще что ли без головы, да? Ими так настолько легко манипулировать. Рассказывают про то, что это было, ну в общем-то, глава Дагестана рассказывает, что вот про ситуацию в Дагестане. Ведь ситуация была не только в Дагестане. Но самое главное, все эти разговоры про влияние извне, про вот этот самый украинский след, они как бы не отвечают на самый главный вопрос. Как вообще так сложилась ситуация? Как так получается, что вот это влияние извне, допустим даже, что они действительно верят в то, что это было влияние извне, что оно вот так настолько хорошо работает и так прям без всяких проблем все это получается. Никто же всерьез не станет задумываться о том, что может быть какое-то влияние все-таки имеет вот это самое бесконечное разжигание вражды и ненависти. Может быть к этим настроениям как-то может быть причастна та самая риторика пропаганды ненависти, которая четко рассказывает про то, что мы на стороне одной и явно против военных преступлений стороны другой. А может быть кстати неплохо бы еще задуматься, почему это люди в конце концов не доверяют официальным источникам информации, ну так называемым официальным, а ищут информацию где-то вообще, как они говорят, в источниках извне. И это тоже максимально просто по-идиотски. Ну потому что, к примеру, та же самая пропагандистка Симонян пишет в своем персональном телеграм-канале про то, что вот ситуация в Махачкале, вот погром, вот люди нарушающие закон, а на ее, так сказать, рабочей версии, то есть на том же самом канале RT, про то, что происходит в Махачкале и в аэропорту, вообще ни слова. Они буквально об этом не написали ни строки, и не только они. Нет такого события. В принципе в телеграме было только это событие, а в официальных так называемых СМИ вообще этого события не было. Может быть в этом какая-то причина? Нет, точно нет. Все это вражеское влияние извне. Да нет, конкретнее даже. Во всем виден украинский след. Нет, конечно, были отдельные сообщения. Кое-кто все-таки писалось в социальных СМИ. Вот, допустим, ТАСС сообщил, что несколько сот человек собрались на акцию протеста возле аэропорта. Вот насколько это соответствовало действительности. Интересно, что в том же ТАСС следующее сообщение на эту тему, что аэропорт возобновил работу. А с чего он ее останавливал? Опять же, считать только ТАСС. Ну, совершенно ж какой-то пробел есть. Известные дагестанцы Хабиб Нурмагомедов, один из самых великих и известных спортсменов современности, и интернет, знаменитость Хазбик, опубликовали в своих соцсетях, точнее поделились в соцсетях записями с призывом не ломать судьбы молодых ребят и с призывами помиловать тех, кого задержали в рамках административных и уголовных дел в связи с беспорядками в Махачкале. Чемпион Европы по вольной борьбе Магомедов написал это обращение к властям Дагестана. Он там предлагает дать амнистию. Давайте, пожалуйста, покажем на экране то, о чем я говорю. И они призвали не наказывать ребят показательно, а выйти с ними на диалог, как пишет прославленный спортсмен. Пост его завирусился, у него уже больше 60 тысяч лайков. В комментариях подписчики поддерживают бойца. И просьба о помиловании тех, кто участвовал в еврейских погромах, репостнул Хабиб на Ромагомедов в Хазбек. Хабиб, причем еще просит проявить снисхождение к участникам погрома. Также об этом заявил и муфти Татарстана Камиль Самигулин. Он требовал помиловать тех, кто громил аэропорт в Махачкале и участвовал в этих самых погромах. Собственно говоря, давайте зададим вопросы о том, какое наказание за это будет. И действительно, можно ли вот так вот помиловать всех, кто участвовал во всем, как сейчас требует Хабиб Нурмагомедов, у юриста? Насколько не сотрясание информационного шума новости о том, что просят помиловать? Удивляет ли тебя, как юриста, который давно наблюдает за, в том числе и делами о массовых беспорядках, количество задержанных? Повторюсь, ноль количества задержанных по этим делам. И чего ожидаешь ты, каких последствий для тех, кто участвовал в этих акциях? Удастся ли властям замять это дело? Или тут есть весь состав преступления и будут посадки? Чего ожидать? Ну, прежде всего, состав преступления здесь, конечно, есть. Причем здесь целый букет составов. На самом деле, мы такого яркого примера массовых беспорядков, вот прямо по статье Уголовного кодекса по 212-й мы не видели очень давно. Здесь у нас и погромы, ну, то есть, когда массовая толпа уничтожает имущество, громит магазины, здесь и насилие, была информация о госпитализированных, в том числе сотрудников полиции, и уничтожении имущества. Весь букет, который предусматривает 212-я статья «Массовые беспорядки», здесь просто налицо. И, конечно, в этой ситуации тот факт, что никого еще не задержали и никому не предъявили обвинения по участию в массовых беспорядках или по причинению насилия в отношении сотрудников полиции, хотя часть из них госпитализировали, это, конечно, вызывает удивление. И, ну, просто насмешкой выглядит вот это привлечение к ответственности за нарушение правил проведения митингов. Как будто вот люди, которые разгромили аэропорт, находящийся под особой охраной объект транспортной инфраструктуры, они типа просто пришли помитинговать, ну и немножко как-то не в том месте, поэтому их привлекают. И, конечно, надо сказать, что по таким делам не обязательно это происходит сразу. Очень часто в российской практике сначала людей сажают по административным статьям и используют это время для того, чтобы собрать доказательную базу по уголовному делу и, соответственно, потом предъявить обвинение. Ну и фактически такой административный арест, он является такой прелюдией к предъявлению уголовного обвинения, чтобы не задерживать на 48 часов, а задержать на 8 суток ареста и потом уже разворачивать уголовное дело. Но, конечно, призывы проявить снисхождение в этой ситуации выглядят очень странно. Прежде всего потому, что это не просто массовые беспорядки, они совершались очевидно по сумыслам на насилие по национальному или религиозному признаку, а это отягчающие обстоятельства. И вообще подпадает под понятие преступления экстремистской направленности. То есть государство у нас якобы борется изо всех сил. И в этой ситуации, когда мы сравниваем это с тем, что было по делам о мирных протестах в Москве, когда Самаридин Раджабов бросил пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала, и его за это привлекали за причинение насилия сотрудникам полиции, а здесь сотрудников полиции увозили с ранениями с поля боя, и при этом никаких движений пока нет, и все пытаются эту ситуацию замять. Поэтому еще есть какое-то время, чтобы посмотреть, как развиваются события. Но здесь, безусловно, состав уголовного преступления, и значительное число людей, которые участвовали, участие само по себе преступления, и наказывается до 8 лет причинения вреда сотрудникам полиции до 10 лет, если это средней тярости. Поэтому здесь, конечно, следует ожидать и от государства, вообще логично было бы ожидать какой-то реакции, кроме такого, знаете, пожурили, поместив под административный арест. Редактор субтитров А.Семкин